Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня будем говорить о созидании, о том, как можно создавать то, что вам хочется. Потому что мы все знаем, что бывает хочется что-то получить, но оно не всегда получается именно создать таким, какое оно есть. И в этом вот вся загвоздка. Мы хотим что-то, но оно не приходит. И тут есть два этапа. Первый этап – это созидание, то есть создание мысли, образа, или точнее даже сказать намерение. Потому что мы можем, конечно, все очень точно прописать в деталях, но это не всегда значит, что это именно так и осуществится. А намерение – это более такая, ну скажем так, посыл. То есть когда создаешь, вот я хотел бы, чтобы вот так вот было. То есть это не точное описание, не точная какая-то картинка, а это скорее как такая основная модель. То есть намерение – это как общая картинка, да, то есть как это может быть. А уже детализация – это уже действительно картинка, описание. То есть и поэтому я предлагаю сначала сделать намерение, то есть такой общий посыл, а потом уже детализировать при желании. Опять же таки, потому что Вселенная может дать это не обязательно в том виде вот детализированном, а это может быть несколько иначе. То есть и поэтому намерение раскрывает более широкую перспективу. И второй момент, это, конечно же, принятие этого намерения. То есть это уже идет, когда от внешнего идет ко внутреннему. То есть если тут мы больше, первый вариант это был от внутреннего к внешнему, то тут от внешнего к внутреннему. И это тоже готовность принятия очень важна. Потому что если нет вот этого баланса между внутренним и внешним, то не будет происходить как раз того, что необходимо. То есть жизнь может быть даст что-то в другом виде, а вот это я не будет готово его принять. И поэтому очень важно, чтобы был баланс между внутренним и внешним. И когда у человека происходит на самом деле состояние такой целостности, цельности, то у него вот эта перегородка между внутренним и внешним, она просто постепенно истончается и стирается. То есть есть цельное сознание, и нет вот этого внутреннего и внешнего. И то есть там, где внутреннее, там и внешнее. То есть вот я, оно, конечно же, присутствует в игре, есть понимание, что вот я там такой-то персонаж с таким-то именем и так далее. Но самое важное, конечно же, идет дальше. Когда это «я» расширяется, то оно постепенно теряет свое «я», «эго», и как мы говорим, и оно все больше становится действительно сознанием, охватывает все большее пространство и становится все более вездесущим. Поэтому как раз когда мы прорабатываем то, что мешает нам, то, что вот эту границу убирает, то, собственно, и появляется такое цельное сознание и распространяющееся на как можно большее пространство. И вот цель – это как раз и есть вот такое вот сознание, и оно достижимо. Как раз я занимаюсь процессингом счастья, который помогает увеличить осознанность и достичь вот этого цельного сознания, которое способно творить и принимать. Поэтому оно включает в себя и первое, и второе. Кому это интересно, пишите в комментариях или в личные сообщения, как вам удобнее. Все мои контакты будут под этим видео. И, конечно, подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте колокольчик, отметку «Нравится». И до скорой встречи, друзья!